Для Николая Любимова вопрос благоустройства Рязани сегодня один из ключевых. Губернатор лично осматривает объекты и оперативно вносит замечания. Работы в Центральном парке культуры и отдыха, за которые власти взялись всерьез, сейчас в самом разгаре. Для адресного поддержания порядка в парке Николай Любимов предложил создать отдельную дирекцию благоустройства. Впрочем, чинят, устанавливают и благоустраивают не во всех районах города. Где-то и разрушают. Несогласованность различных служб зачастую приводит к тому, что на улице Братиславской, например, положили асфальт, а потом все вскрыли, потому что надо ремонтировать теплотрассу. Раньше нельзя было учесть, об этом много раз говорил. Но вокзальные, опять же, аварию водопровода устранили, щебенкой ямы присыпали и бросили все. Вокзальную, конечно, вроде как давно ремонтировали, в 2017 году, но ее отремонтировали нормально, она до сих пор стояла. Вот если бы не эти разрытия, собственно говоря, люди продолжали по нормальной дороге ездить. Рассинхрон взаимодействия теперь будут устранять народные избранники. Депутатским контролем, который, к слову, не помешал бы и в вопросе регулирования цен. Стоимость так называемого борщевого набора растет. Губернатор обязал Минсельхоз увеличить в области долю местной продукции. Сейчас у нас в области 88, по-моему, площадок, где работают ярмарки выходного дня. Важно, чтобы все места на этих ярмарках были задействованы и не пустовали. И, конечно, чтобы там продавали свою продукцию именно ее производители, сельхозпроизводители, не перекупщики. Кроме того, необходимо организовать дополнительные площадки для ежедневной продажи местной продукции. При обретении таких мест, конечно, прошу обязательно учесть пожелания предпринимателей и населения. И те, и другие должны знать о таком решении. То есть, малый бизнес о том, что появились дополнительные места для розничной торговли, а граждане о том, что организованы дополнительные площадки, на которых можно купить свежую сезонную продукцию местного производства по приемлемой цене, которая ниже, чем у перекупщиков и сетевиков. Понятно, что контролировать ценообразование простым волевым решением сегодня нельзя. Это рынок. Но вместо препонов и запретов, грамотные руководители применяют так называемый элемент тонкой настройки. При ажиотажном спросе нужно просто увеличить предложение, если есть резервы. Для Рязанской области это будет реноме успешного аграрного региона. Максим Васильев, телекомпания «Город».